Законы нельзя менять в интересах одного человека. Если Дмитрия Робу назначат исполняющим обязанности генпрокурора, еще на один год произойдет именно это. Так считают бывший вице-министр юстиции Николай Ешану. В эфире передачи в Центре внимания на Публика ТВ он отметил, что в рамках действующего законодательства можно было найти решение вопроса с руководством Генеральной прокуратуры. Даже если не ввели бы эти изменения в законе, нужно было найти возможность назначить, если нельзя вернуть, если будет Дмитрия Робу, это как раз будет закон под него. Единственный принцип, который есть и которого нужно соблюдать, чтобы законы не принимались под конкретными людьми. Вот это не допускается. Закон должен быть общего применения. На вопрос об оценке работы Дмитрия Робу Николай Ешану ответил, что об окончании любого дела можно говорить только тогда, когда есть приговор, хотя бы апелляционной палаты. А до тех пор в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности. При этом, по мнению бывшего вице-министра, в случае некоторых резонансных дел, этот основополагающий принцип не был соблюден. Вор должен сидеть в тюрьме. То есть любой человек, который совершил уголовное преступление, он должен быть за это наказан. Но следует, но. Это должно совершаться в соответствии с законодательством. И исходя из презумпции невиновности. Но опасность для республики Молдова представляет самую большую, серьезную и реальную опасность. Это коррупция, которая совершается сегодня. Следует отметить, что Ио-генпрокурора Дмитрий Робу неоднократно заявлял, что он и другие прокуроры действуют независимо и в строгом соответствии с законом. Дмитрий Робу был назначен исполняющим обязанности генерального прокурора 6 октября прошлого года после отстранения Александра Стояногла. Согласно действующему законодательству, максимальный срок пребывания в должности в Ио-генпрокурора составляет 12 месяцев. По истечении этого периода Дмитрий Робу сменил его заместитель Эдуард Булат. Прокурор по связям с прессой Мариана Кирпек уточнила, что Булат будет выполнять лишь часть обязанностей, пока Высший совет прокуроров не назначит нового временного руководителя ведомства. Ранее парламент принял во втором чтении поправки, которые позволяют занимать должность в Рио-генпрокурора больше года. Министр юстиции Сергей Литвиненко отмечал, что проект не исключает возможности, что на пост исполняющего обязанности главы Генпрокуратуры можно предложить того же кандидата.